Избиратели должны знать все о тех, кто идет во власть. Чаще всего пытаются скрыть обвинения в краже. На втором месте статьи, связанные с нарушением ДТП. На третьем более широкий спектр побоев и оскорблений, лишь некоторые из них. В целом, ряде случаев судимость является плюсом. Человек дальше объясняет, что его, так сказать, несправедливо. Если он убедит избирателей, то, может, они даже больше проголосуют. Но и те, кто прошел, еще не гарантия того, что дойдут до выборов. С 15 августа в области стартовал агитационный период. В избирком уже поступают жалобы на нарушения. Большинство, конечно, в Оренбурге. Очень много, например, листовок, которые сделаны еще в ЛихотаИ, на цветном ксероксе. Нет надписи, что из избирательного фонда. Расклеивают в неустановленных местах, опять неопределенных. В запрещенных местах даже законно запрещает расклеивать и на памятниках. По поводу сбора подписей. Как известно, это обязательно для самовыдвиженцев и не обязательно для тех, кто идет на выборы по партийным спискам. Есть мнение, что процедуру вообще стоит отменить. Член Центрального избиркома России считает, делать этого не следует. Сбор подписей – не лишняя трата времени, а своего рода фильтр. Ты сначала выступи успешно на каких-то выборах. Когда будет у тебя какая-то поддержка со стороны избирателей, тогда ты попадешь в этот высший эшелон, то есть партии, которые пользуются ЛИГОТами. В целом Евгений Калюшин считает, что предвыборная кампания в нашей области пройдет так же, как и по всей России. Он ее охарактеризовал тихой, спокойной и даже вялой. Страсти, если и будут накаляться, то в крупных райцентрах. В остальных проблема противоположная. На выборах участвует один кандидат. Главное будет проблема получения этим кандидатом более 50% голосов от тех избирателей, которые явились. Если этого не будет, то тогда он не может быть признан победителем. Что касается особенностей, то непонятно Евгению Калюшину, зачем Оренбургу столько окружных комиссий. Действовало 5, плюс создали еще 16. И член федерального цирка так и не сумел разобраться в логике этого поступка. Ольга Патрушева, Станислав Даминов. Наше время.